Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. У нас пельмешечки. Под вечер нажрёмся и спать. Ну, как всегда, короче. Заправляем всё это сырным соусом от Heinz, на который я подсела, потом подзабила, сейчас обратно подсела. Здесь у меня оливки. Я люблю прям всё вместе, знаете, в такую кашу. И давайте приступим. Так, с какой стороны начать, даже не знаю. Я очень люблю пельмешки. Я люблю их хорошенько варить. У меня вот мама буквально, не знаю, 4-5 минут варит. А я минут 15-17 хорошенько варю. Мне не нравится, когда слабо они проварены. И чувствуется немножко даже сырое мясо. По мне всё должно быть хорошенько, отварено. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, как всегда, из инстаграма, если вы хотите, чтобы в следующем видео я отвечала именно на твой вопрос, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. в истории я ставлю опросник. Вот кто успел, задаёт вопросы. Затем я этот опросник удаляю. Эти вопросы повторяются. То не отвечаю, естественно, но если какой-то интересный вопрос, который мы ещё не обсуждали, я с удовольствием отвечу. Поэтому обязательно переходите в мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. Там вообще больше моей жизни, именно онлайн-режима. Прямые эфиры и все дела. Смотрела тут по вопросам. Очень много задают по поводу того, что как мы познакомились с Жале. Всё очень просто. Её мама, ой, мама, Айсель, дружит с Жале. Мы познакомились через Айсель. Она тоже меня смотрит. Мы решили снять совместное видео. Я ничуть не жалею. Почему нет? То есть это произошло не вдруг, она мне написала, я ей ответила, а через знакомого человека. Кто не знает, с Айсель я познакомилась. Господи, чё ж всё падает-то, с Айсель мы познакомились. Она была на меня подписана. И я спросила у своих подписчиков, кто хочет со мной сняться в видео. Много кто ответил, но Айсель была одна из первых. И она сразу мне отправила видео. Я сразу девчонок, кто писал мне, просила отправить видео. Как девочка говорит на русском. Не стесняется ли камера? И получается, я написала трем девочкам, что если хотите, давайте. Буквально одноминутное видео закиньте мне, чтобы я видела, что вы говорите на русском, во-первых, хорошо, во-вторых, не стесняйтесь камеры, чтобы человек был более-менее раскрепощенный. В общем, те две девчонки долго отправляли. Айсель, как сейчас помню, сразу сняла ролик. Там привет, меня зовут Айсель, мне столько-то лет, я тоже лесгинка, как ты. Я такая сразу, ты тоже лесгинка, ты мне подходишь. Как у меня парень говорит, это все потому, что она тоже лесгинка. Я говорю, опять же, нет, это чистая просто случайность. Например, жале она не лесгинка. И что? Я просто парень-азербайджанец, и он думает, что я выбрала ее из-за того, что анализ гинка подписчики вообще думают, что я снимаю видео с Айсель, потому что она снимается в сериале. Была бы она обычной девочкой, Айка бы с ней не снимала. Айка, как ты думаешь, если парень старше тебя на 10 лет, это нормально, и хотела бы ли ты встречаться с парнем, который старше тебя на 10 или более лет? У меня, к счастью, или к сожалению, никогда такого опыта в жизни не было, что прям 10 лет. Но я знаю людей, которые счастливы вместе, и у них разница огромная просто в возрасте. Мне кажется, это не помеха. Ну, я бы не смогла сейчас встречаться, например, с парнем, которому 30-32. Мне бы просто-напросто было бы неинтересно. Хотя, возможно, люди разные. Мой парень младше меня. на полтора года. Знаете, мне кажется, если парень будет сильно старше меня, он не будет понимать, например, мой тикток. Он будет в шоке от моего тиктока. Что это за видео? Это не смешно, это глупо, зачем тебе оно надо? когда в тиктоке сидят одни дети. То есть, на мой взгляд, мое душевное состояние будет очень подавлено тем, что меня постоянно ограничивают в чем-то. поэтому я однозначно не хотела бы парня старше себя. Раньше, когда мне было 17-18 лет, я наоборот мечтала, чтобы найдется принц, которому будет лет 25, старше меня, умный, рассудительный. Сейчас мне оно не надо. У меня всегда такое странное рассуждение. Уверена, что большинство со мной не согласится. Когда я вижу 30-летнего парня, у меня сразу первая мысль. Вот учился он в универе, учился он в магистратуре, не знаю, где-то работал. Почему до сих пор у него нету второй половинки? Я сразу думаю, значит, в нем что-то не так. Конечно, глупо так соображать, но в наше время в университете все хорошие парни были разобраны. Так что... крупные в этот раз пельмяшки получились. Вот этот сырный соус, он вообще в тему очень. прежде чем я познакомилась со своим парнем, буквально неделю назад я сидела у своего дуэрного брата. Он мне такой говорит, ну что, говорит, ты замуж не собираешься, сколько можно сидеть в девках? я начала прикалываться, говорю, я как Алла Борисовна Пугачева. мой мужчина еще не родился. Посмеялись, поугарали над этой темой. А потом двоюродный брат говорит, ну серьезно это? Нет, изначально мой двоюродный брат сказал, что у него есть какой-то друг, знакомый, который ищет себе жену. Ему 30 лет. Почти 30. И он сказал, что он может познакомить. Я такая, в смысле? с 30-летним зачем? Он намного старше меня. Мне, наверное, брат, а что, тебе тоже не мало, тебе тоже не 16. 10 лет. 7 лет. Разница, это нормально. Я ему тогда не сказала, но мне внутри как-то обидно стало, что меня уже ставят. В число девушек, которые засиделись дома, немножко обидно стало. Я ему так повернулась и говорю, да я, себе найду младше себя. Вот увидишь. А теперь мой дверный брат говорит, ты, наверное, в тот период уже знала, что будешь с этим своим встречаться. На самом деле, нет, я абсолютно про это не знала. Просто мысли материальны, мы думаем о чем-то, это происходит с нами. Вот и все. Ребята, я доесть не могу, просто потому, что я слишком много соуса добавила сюда, а не прям вот полностью в сырном соусе. к сожалению, я добавила слишком много. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если это было так, то ставьте лайк, подписывайтесь, всех люблю. Пока.